А я вам скажу, что буквально в перерыве между окончанием выступления Хохлова и Новицкого и началом выступления последней разминки было взято небольшое интервью у наших спортсменов, которые сейчас находятся на лидирующих позициях с результатом 37,43 балла. Я говорю, конечно же, о Хохловой и Новицком. Так вот, Яна сказала, что ей очень понравилось, как они выступили. Я сказала, что великолепная атмосфера, трибуны очень тепло нас приняли. Возможно, именно поэтому мы сумели обеспечить столь приличный прокат первого обязательного танца. Лишь полбалла не дотянули Хохловой и Новицкий до своего лучшего результата в обязательном. Но и тем не менее 37,43 – это блестящее выступление. И они на 2,5, даже чуть больше балла опережают идущих вторыми Шиндот и Джон Керра. И это из Великобритании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но начиная с сезона 2007-2008 годов Их тренерами стали известная в прошлом фигуристка, также представляющая Израиль Галит Чайт Она выступала с Сергеем Сахновским и тоже имеет на своем счету медали мирового первенства В частности, в 2002 году она стала бронзовым призером вместе с партнером чемпионата мира Сейчас вместе с Николаем Морозовым готовит среди остальных своих учеников еще и пару Александры и Романа Зарецкого Многократные чемпионы Израиля среди юниоров На взрослом уровне столь серьезных побед не добивались, но тем не менее имеют на своем счету очень высокий личный рекорд в обязательном танце Пусть и установлены уже достаточно давно, в 2004 году, тем не менее 37-59 это о многом говорит Если они сумеют выступить хотя бы на близком уровню к тому результату, будут уже среди серьезных претендентов на медали В прошлом году достаточно ровно выступили на чемпионатах Европы и мира Были восьмыми на континенте и девятыми на планете соответственно 30-16 на сей раз все-таки не стали судьи обнадеживать этих спортсменов И единственное, что приходится подвинуться и к Тенину Рублевой, и Ивану Шеферу Наши спортсмены опускаются на восьмую строчку, ну а Зарецкие становятся седьмыми